Около 80% школьников планируется привлечь этим летом к разным видам организованного досуга. В крае идет подготовка к летним каникулам. В муниципальных районах будет работать 22 загородных центра, а при школах откроются лагеря с дневным пребыванием. Всего 423 по краю. Кроме того, для старшеклассников создаются лагеря труда и отдыха, где можно заработать деньги. Таких будет 44. И столько же палаточных лагерей для любителей более экстремальных видов отдыха. Стоимость путевок в детские лагеря родителям частично компенсируют за счет регионального бюджета. Даниил Маевский о том, как идет подготовка к летнему сезону. В лагере имени Олега Кашевого строители занимаются облицовкой помещения нового овощного цеха в столовой. Подготовка ко встрече отдыхающих здесь идет полным ходом. До 15 июня, когда стартует первая смена, остается совсем немного времени. Было заказано оборудование для замены автоматической пожарной сигнализации. То есть в этом году лагерь «Все корпуса» будут заменены по пожарной сигнализации уже нового поколения. Проверки лагеря на готовность начнутся в мае. Большинство путевок уже раскуплены. В этом году стоимость на них варьируется от 7,5 до 38 тысяч рублей, в зависимости от количества дней, которые ребенок проведет в загородном лагере. Частично сумму родителям компенсируют. Максимальная выплата составит 11,5 тысяч. Для ее получения необходимо написать заявление и приложить к нему ряд документов. Всю информацию можно получить на сайте Краевого министерства образования. Мы специально сделали реестр организации, когда родитель может зайти и увидеть. Три колоночки есть специально. Это стоимость путевки, компенсация, сколько государство дает родителю, и его родительская оплата. По информации Краевого правительства, свои двери для детей в этом году откроют все лагеря. Исключением не станет и лагерь «Океан» под Хабаровском, в котором на прошлой неделе сгорело два жилых корпуса. Вопрос нехватки мест в данный момент решается. Свою помощь предложил Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье. Учреждение готово предоставить методические пособия, оборудование и даже кровати, если потребуется. Данил Маевский, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».